Мой доклад называется «Русский фольклор и православная акафист. Случайны ли параллели?» Я благодарю участников конференции за возможность выступить в неуроченное время. Прошу прощения, что занимаю Ваши время сегодня. Спасибо, что Вы пришли. И постараюсь быть кратко. Небольшая преамбула. Я не филолог по образованию, а философ религиовед. И, наверное, это накладывает определенный отпечаток на видение проблематики. Меня интересовало в свое время, почему такой специфический жанр, изначально византийский логационный гимн, как акафист, стал популярен на Руси. И в России, 18-19 веков особенно. Причем в России стал популярен именно православный акафист русским святым. И, познакомясь с работами российских фольклористов, я обращу внимание на то, что можно провести определенные параллели в фольклорных жанрах и акафистного. Акафист был принят в России и понятен широким массам верующих, на мой взгляд, еще и потому, что художественное сознание песноперцев и фольклорное художественное сознание оказались неожиданно близки. Установка ряда фольклорных жанров, начиная от сказок, на которых специально акцентировал внимание, скажем, Борис Николаевич Путилов, и заканчивая духовными стихами, на подчеркнутое несоответствие эмпирической действительности, равнодушие к изображению обстановки, в которой совершается действие, отсутствие персонажей и описаний, предназначенных для изображения среды, исключительную динамичность действия, стремление к одногеройности, невозможность сложных композиций, закон хронологической несовместимости действий, необязательность мотивировок и так далее, и так далее, можно легко обнаружить и у отечественных акафистографов. Так, время в православном акафисе русским святым детерминировано последовательностью исполнения стихов, причем в повествовательной и прославительной частях икосов время не одинаково. Изложение идет по ходу событий, а прославление по аксиологической иерархии подвигов и явленных харизм. Только повествовательную часть стиха в акафисте можно принимать за хронологически, исторически достоверную, а геобиографическую, а прославительная часть позволяет установить аксиологический аспект, то есть попросту какая харизма, какой благодатный дар или какой подвиг святого наиболее ценимый и хранимый православной народной церковной памяти. Сюжетные линии православного акафиста русским святым в ряде случаев оказываются близки сказочным, так и в исторической части акафистов русским святителем, то есть прославленным в лике святых епископом и митрополитом, мучеником, а в особенности преподобным, то есть святым монахом и иеромонахом. Хронологически достоверно излагаются внешние факты их земной жизни, но они дополняются догадками и провозвестиями акеографа и гимнографа о блаженной загробной участи подвижников. Чтобы сказанное не показалось беспочвенной кабинетной мифологией, я позволю себе только один пример и проиллюстрирую сюжетные линии материалом конкретного неседального акафиста преподобному Серафиму Вырецкому. Это довольно яркий пример, и я мог бы объяснить, почему выбор пал именно на него, но мною проанализировано около 200 акафистов разных редакций, причем то, о чем я говорю, касается именно акафистов русским святым и не касается, скажем, акафистов в честь икон Божьей Матери, также известных на Руси в большом количестве списков. Я использую ту самую номенклатуру сюжетных ходов, которую Владимир Яковлевич Прок заявил в своем знаменитом труде «Морфология сказки», выпущенной в 1928 году. И первый здесь ход – начальная ситуация. Начало акафиста многим русским святым обычно посвящается воспоминанию о детстве воспеваемых угодников, даже об их родителях. И это соответствует начальной ситуации в табулатуре сюжетных ходов волшебной сказки по работе Владимира Яковлевича Прок. Это номенклатура семьи. Иногда сообщается об особенных событиях, предшествующих рождению будущего святого. То есть ситуация благого пророчества. Предвестие тоже может быть учитывается. Второе. Герой. Святой угодник обычно уже в детстве обнаруживает свое особое призвание, удаляется от мирских забав, от товарищей по играм, усердно посещает богослужения, несмотря на малолетство, охотно налагает на себя пост, молитвенное правило, оказывается прилежем чтении или слушании священного писания и житий святых. То есть это соответствует номенклатуре будущих героев и их отличительным качествам. В качестве вредителей обычно выступает о географической литературе, а как здесь не исключение, искусители рода человеческого, то есть сам сатана и его демонические слуги. Третий момент. Завязка. Будущий святой, видя отрицательные стороны мирской жизни, то есть завязка в форме недостатки духовности в миру, удаляется в монастырь, при этом может упоминаться какой-то конкретный духовник или старец, благословивший новоначального на иноческий поте, направивший его в ту или иную обитель. Здесь завязка с соединительным моментом в форме появления персонажа-посредника, отправителя, и вступление в сюжет героя-искателя. Герой как искатель, в данном случае он ищет духовность, которую не находит в миру. Следующий, четвертый пункт. Дарители. Под руководством опытных наставников новоприбывший проходит в обители длительный послушнический искус, что соответствует предварительным испытаниям героя волшебных сказок, и чувствуя запросы духа, принимает монашеский постриг. Или с благословения родителей, или после их смерти, или вопреки их желаниям, не суть важна. Иногда святые призываются к иноческому служению какими-либо особыми знамениями свыше. Теофаниями, болезнями, утратой близких. Фигура наставника, например, игумена, который делится с новоначальными секретами монашеско-аскетической практики, после тщательной проверки искренности его желания поступить в монастырь, в сказке будет иметь своим коррелятом фигуру волшебного помощника, дарителя, который ставит свою мудрость на службу герою и одаряет его волшебным средством. В данном случае аскез. Пункт пятый. Основные испытания. Поступив в обитель, новоначальный инок усердно предается монашескому служению. И после многолетних подвижнических трудов, различных утомительных послушаний, искушений, инок под руководством духовного отца приобретает нравственную стойкость, непоколебимую веру, способность противостоять любым козням дьявола, который всячески старается помешать будущему святому. Здесь как раз входит в сюжет появление вредитель, появляется вредитель, осуществляется борьба с вредителем, и собственно ликвидируется беда или недостача. То есть герой нашел необходимую духовность. Зачастую подвижник потом сам становится руководителем других христиан, духовником обители, игумен и так далее. Параллельно идет его возрастание в священстве, через иродиаконство, иромонашесство, вплоть до епископского сана. Но и обреченный высоким саном, подвижник избегает мирской славы, непрестанно служит близким, творит милостыню, проводит бессонные ночи в молитве, сочиняет богословские трактаты, скажем, как феобан затворы, пишет письма многочисленным духовным чадам, совершенствуясь в христианской любви. В акафистах святителям особенно отмечается ревность последних о просвещении паства, миссионерской деятельности, к примеру, малоизвестной акафистой Асафо-Болгородскому. Многие акафисты упоминают о трудах, прославляемых по постройке и благоустройству обители и храмов, причем в некоторых акафистах выясняется важное значение этих храмов для иноков и мирянов в последующую эпоху. Следующий пункт – ложный герой, то есть новое вредительство начала второго хода в сказке. Будучи оклевет он завистниками, ложными героями, угодник Божий смиренно претерпевает все оскорбления на пасхе, вынужденно уходит со своего игуменского или архиерейского поста, к великому сожалению всей пасхе, удаляется в ссылку или в тюремное исключение, предает себя на муке ради блага церкви. Пункт 7. Трудная задача, относящаяся ко второму ходу. В конце своей земной жизни, обремененной телесными недугами, приобретенными в ходе борьбы с вредителями его приспешниками, ложными героями, святой аскет усиливает свою подготовку к переходу в вечность, принимает схему, тайно слагает в себя архипастерские и легуменские полномочия, но не сан, удаляется на покой в какой-нибудь далекий монастырь, не предается подвигам молчальничества, затворничества, столбничества, костничества и так далее. Но не умирая для мира, а наоборот, деятельно служа, ему тайные молитвы, нравственные поучения, изложенные, скажем, в эпистолию. Дальше. Пункт 8. Ситуация окончания второго хода. Кончина мучеников, блаженных юродивых, святителей, преподобных, потрудившихся на Ниве Христове, превращается в торжество православия. Легкая и безмятежная, непостыдная и мирная, а иногда и мученическая, часто предвозвещенная различными эпифаниями, она свидетельствует о всяком благочестии и чистоте, о житии, о напутственном молитве братьям, духовном чадке учившего. Пункт 9. Идентификационное, заключительное испытание героя и награждение героя. В акафисте им соответствует, начавшееся еще при жизни святого, его народное почитание, как угодника Божия, сама его кончина, сопровождавшаяся знамениями и чудесами, посмертные чудесные явления чадом духовным, в случае исцеления от мощей, теофании, в которых Иисус Христос, или от его лица Богородицы, возвещают о святости почившего, о его блаженной загробной жизни, а также упоминание акта общей церковной канонизации, которое было, собственно, приурочено в составление данного володационного гимна. Таким образом, подвожу итог, становятся очевидны сюжетные параллели русского фольклора на примере волшебной сказки и православного акафиста русских святых. Поскольку акафист вторичен по отношению к агеобиографической литературе, можно с уверенностью удержать, что вышеперечисленные эпические черты сказочного романа столь же, если не большей, доли вероятности, присущей прозаическим агеографическим жанрам православной литературы. И мне кажется, что далеко не всегда явная близость православного акафиста русскому фольклору стала одной из важнейших причин того, что акафист стал в России, оказался в России у себя дома не только в XV веке, но и в XIX-XX. Спасибо за внимание. Спасибо. Другой уважаемый коллеги, кому угодно задать вопрос. Пожалуйста, Владимир Ильич. Скажите, пожалуйста, Вы упомянули, что около 200 акафистов Вы рассмотрели, это около 200 акафистов именно XIX-XX веков, да? XIX-XX в основном, да. В том числе не одобренных цензурой и не ставших широко распространённых. А источники текста где они печатались? Они не печатались, это могли быть рукописные версии, которые я собирал в экспедициях по Воронежской и Долгородской областях. Сейчас можно найти на сайтах соответствующие тексты, но, к сожалению, вот один из, на мой взгляд, важных сайтов, который так назывался Акафистография, закрылся по непонятным причинам. Там я собирал редкие тоже версии, вывешенные любителями этого жанра. То есть это собранные, отчасти это собранные вами рукописные тексты, а они в какой форме бытовали? Их читали в церкви? Их читали дома, в основном дома. Это была, скажем так, практика келейного чтения или же домашнего правила. А кто авторами их выступал? Самые разные люди, как духовные, так и миряне, и как духовного звания, так и миряне, и самого разного образовательного уровня. Я специально никакую, скажем так, социологическую исследование или выборку не проводил. Но есть люди, которыми этим сейчас занимаются, скажем, священник Людоговский. И еще вопрос. А вот среди тех, акафистов 19-20 века речь же идет о акафистах святым русским, да? О каких наибольшее количество новых акафистов было создано в 19-20 веках? Ну, да, вот какие фигуры оказались здесь особо значимы? В середине 20-го века наблюдается взрыв интереса к новопрославленным новомученикам. Соответственно, появляется еще не прославленным. Акафистов Николаю II. И большая часть из них оказывается ниже некого уровня, да, политики и поэтому вообще не используется в обиходе. Много акафистов на протяжении всей эволюции этого жанра на Руси, много акафистов появляется, скажем, Сергею Радонежскому. И в том числе в 19-20 веке. 20 реально акафистов Сергею Радонежскому разному есть или есть версии, скажем, на один акафист, но в ходе элементарно рукописного передачи появляются какие-то версии. Можно мне один маленький вопрос? А вот скажите на вашем материале как-то на подборке или статистически отразилась вот история восстановления Анны Кашинской, почитания в начале 20-го века? Спасибо. Нет, не отражается. Дело в том, что, скажем, поскольку акафист не обязательно звучит в храмах, но может звучать и в кельях, или даже дома у мирян, то если какой-то христианин допустим весьма трепетно относился к памяти того или иного подвижника, он не ориентировался на церковное его прославление или запрещение такого прославления, он может быть с благословения своего духовника, а может быть и без такового эти молитвы вычитывал себя дома. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Дима.